Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Вместо того, чтобы поддерживать Байдена по целенаправленному разделению Евразии, Германия в отношениях с Россией должна брать пример с Венгрией и Сербии. Да и вообще ей неплохо бы получить статус наблюдателя в шанхайской организации сотрудничества. Именно это сейчас предлагает самая популярная партия в Германии. Но обо всем по порядку. Через неделю в крупнейшей германской земле Баварии пройдут выборы в местный лантак. Событие важное, но все-таки лишь для Германии. Тем более, что особых сенсаций не ожидается, потому что главная неожиданность случилась пять лет назад, на предыдущих выборах, когда неизменно правящий Баварии Христианско-Социальный Союз получил всего 37% голосов и, чтобы остаться у власти, был вынужден взять в Калицию тоже консервативную, но менее системную партию свободные избиратели. Ее лидера и заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера в ходе нынешней кампании пытались скинуть с корабля истории, обвинив его в школьные годы. Но он удержался, и теперь Калиция-Христианско-Социальный Союз с избирателями имеет все шансы остаться у власти. Да, Кристианско-Социальный Союз может получить еще меньше, чем в 2018-м, но сейчас ей точно не до жиру. Однако баварские выборы интересны не результатом, а тем, с чем на них идет одна из главных немецких партий. Речь об альтернативе для Германии, а она выдвигает воистину революционные для Германии лозунги. Ее, кстати, уже давно можно называть не одной из партий, а одной из двух главных партий. Ее рейтинги в последние годы все чаще превышают 20%, сейчас 22% избирателей. Впереди нее только Христианско-Демократический Союз Германии и Христианско-Социальный Союз, у которой 27%. Но дело в том, что Христианско-Демократический Союз Германии и Христианско-Социальный Союз – это разные, хотя и братские партии Христианско-Социальный Союз действуют только в Баварии. Где нет отделения Христианско-Демократический Союз Германии, так что если брать рейтинги отдельных партий, то получится, что АТК уже сравнялась с Христианско-Демократический союз Германии и является одной из двух основных немецких партий. При этом ее все еще пытаются изолировать и маргинализировать, то есть не пускать к власти ни на каком уровне, ради чего все остальные партии отказываются вступать с ней в коллиции. Это крайне опасно для системных партий, потому что избиратели, видя, как изолируют конкретную партию, все больше склоняются к ее поддержке. Рано или поздно рейтинг альтернатива для Германии вырастет настолько, скажем, до 30%, что ее уже невозможно будет обойти. Потому что она станет не просто самой популярной партией Германии. Без нее невозможно будет составить никакие коллиции, если, конечно, не записать в них вообще все остальные партии, кроме левых. Но такая коллиция окажется абсолютно неработоспособной. И пока что у системных партий есть запас времени, следующие выборы пройдут через два года, и до них альтернатива не успеет так сильно вырасти, хотя она очень быстро набирает популярность с начала десятилетия. Однако уже сейчас необходимо обращать внимание на то, что предлагает эта партия, о чем говорят ее лидеры. И тут как раз очень важны нынешние баварские выборы. Все помнят, что альтернатива для Германии – это партия евроскептиков и сторонников ограничения миграции. Данный штамп уже устоялся за 10 лет ее существования. Бавария должна быть наводчиком мостов между Востоком и Западом, а не поддерживать односторонние интересы США и Байдена для целенаправленного раздела Евразии. Баварии предлагается брать пример с Венгрией и Сербии и использовать для контактов с нами налаженные каналы общения с давними партнерами. Похоже, Шольц начал о чем-то догадываться. Ну, хотя бы в той части, что именно экономика Германии несет самые большие потери из-за санкций. Так вот, чтобы остальным не было столь смешно и комфортно, в Берлине приняли решение повысить транзитный тариф на газ, транспортируемый в другие страны СН на 34%. Теперь странам придется дополнительно раскошелиться на 2-5 евразом в час транспортируемого энергоресурса. Дело в том, когда, скажем так, ФРГ отказали от российского газа по приемлемым ценам, из Вашингтона и Лондона доносились возгласы о том, что не переживайте, все компенсируем, если что Норвегию подключим. Немцы на радостях за миллиарды евро настроили терминалов по приемке жиженый природный газ. А газа как не было, так и нету. Норвегия, конечно, вышла на первое место по поставкам газа в ЕС, только вот цифры остались на тех же отметках, а у американцев, сами знаете, 7 пятниц на неделе, то Техас бунтует, то Байден пытается их взбодрить и новые контракты на жиженый природный газ запрещает. В итоге Шольц сидит с грустным лицом, а вице-канцлер Хабек рассказывает, мол, рановато закрыли АЭС, а угольный тест не такие уж и грязные, Бирбок подтвердит, если что. Поэтому, чтобы хоть как-то компенсировать убытки, Берлин решил пощипать у своих европейских братьев и с 1 июля значительно повышает тариф на прокачку газа в третьи страны. Категорически против подобной инициативы выступила Австрия, власти которой заявили, что из-за подобных мер им будет очень трудно отказаться от российского газа. Позицию Вены поддержали Польша, Чехия и Венгрия. Интересно, а чего эта Варшава разволновалась? Она же года два как кричит, что газ российский не покупает. Ведь так, дуда. Немцы настаивают, что местную ГТС нужно содержать в надлежащем состоянии, вот и приходится больше тратить средств. Прихожу к следующему выводу. Чем меньше российского газа в Европе, тем меньше у них единства и союзничества. С прошлого года Европа вдруг изобрела некий популистский миф, который разгоняется теперь еврочиновниками и даже лидерами некоторых стран вполне всерьез. Миф о заполненности подземное хранилище газа. Почему-то все следят за этой магической цифрой в процентах от их объема и делают из этого невероятные выводы. Но на самом деле подземное хранилище газа всегда служили просто как средство балансировки и не более того. Подземное хранилище газа были нужны как некая подстраховка на случай поломок, техногенных аварий или стихийных бедствий, когда на небольшое время вдруг окажутся отключенными основные магистрали снабжения. По способности виртуозно балансировать между многочисленными стулями турецкое руководство уже давно переплюнуло Остапа Бендера, периодически повергая в смятение и шок видавший виды международное экспертное сообщество. Но сейчас, похоже, турки определились, в каком стуле находится сокровище, перед которыми меркнут бриллианты тещи Тисы Воробьянинова, и стул этот находится за круглым столом Брикс. Вчера во время своего визита глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция приняла решение добиваться своего принятия в Брикс, и для обсуждения этого шага он намерен посетить встречу глав МИД стран, участниц объединения. Сказать, что слова высокого представителя Турции вызвали на Западе негатив, не сказать ничего. Уровень желчи и кислотности в комментариях официальных лиц зашкалил до такой степени, что скисли все сливки, заготовленные для торжественного банкета по случаю скорого саммита. Если раньше все громкие демарши Турции были для Запада и торговли для получения всех возможных бонусов, к чему, в общем, все привыкли Турция, сэр, то сейчас есть все признаки того, что турки наконец выбрали поезд, который должен их с комфортом привести в светлое неосманское будущее. О том, что они уже сдали свой просроченный билет в ЕС, глава турецкого МИД сказал прямым текстом, Брикс может предложить Турции хорошую альтернативу Евросоюзу, заявку на вступление, в которое Анкара подала еще в апреле 1987 года. И это заявление, в этот раз несравнимо более серьезное, чем традиционное «я ушла из дому, ухожу к другому, к обеду не жди, твой суслик». К решению попроситься в Брикс Турция шла достаточно долго, тщательно изучая ситуацию, статистику, внутреннюю динамику в организации и отслеживая глобальные и экономические тренды. Президент страны Реджеп Таип Эрдоган в первый раз официально сообщил о желании Турции присоединиться к Брикс еще в июле 2018 года на полях саммита объединения в Яханисбурге, и президент России Владимир Путин тогда сказал, что Анкара может присоединиться к Брикс в 2022-м. И Турция взяла паузу, чтобы посмотреть, какой стул окажется мягче. И вышло так, что фактически с коллективным Западом стало понятно, Турции дружить с Россией оказалось не в пример спокойнее и выгоднее. Чем с Западом маленький пример, объем взаимной торговли между Россией и Турцией только в первые шесть месяцев рванул чуть ли не на 50%, а на данный момент, по признанию турецкой деловой газеты Дуныа, «Склады страны еле справляются с объемами из-за импорта из Европы и Дальнего Востока, перенаправляемого в Россию». Но главное, лидеры Турецкой республики внезапно осознали, что они наблюдают неуклонный и бесповоротный коллапс старого, однополярного мира и западной гегемонии, которой они пытались безуспешно присоединиться в течение 30 лет. Перед ними ненадолго распахнулось окно возможностей, за которым раскинулись перспективы, о которых грезили многие поколения турецких руководителей. Брикс за время своего существования более чем убедительно доказала свою устойчивость и выгодность для своих членов, которая в процессе фрагментации и экономической систем будет только увеличиваться, что подчеркивается очередью на вступление из почти 30 государств. И важнее всего-то, что Брикс – это не структура, а своего рода экономический клуб, где должно быть выгодно всем вне зависимости от конкретной системы, где государства-члены уважают суверенитет друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok